Всем доброго вечера, мои уважаемые подписчики, пустители моего канала на YouTube. Сегодня я хочу сказать слова в защиту своего друга, в защиту интересов своего друга, который проживает в Армении. Многие из вас знают этого человека, его зовут Антон Евстратов. Вы знаете, есть Антон с большой буквы имя, а есть люди Антоны, напрашиваются на рифму, кто они после этого. Так вот, к сожалению, Антон стал жертвой несправедливости и определенные Антоны мешают получить ему армянское гражданство. Хотя, казалось бы, для этого есть все необходимые правовые основания. Антон Евстратов проживает более пяти лет в Республике Армения. Имеет постоянное место работы в Республике Армения. Жена гражданка Республики Армения. Сын родился на территории Республики Армения. И который год подряд, по непонятным причинам, Антон может получить паспорт и тоже стать гражданином Республики Армения. И вот я вижу какой-то вопиющий правовой беспредел. Свои особые заслуги перед армянским народом Антон доказывал неоднократно и доказывал на деле. Это было во время апрельской войны 2016-го, это было во время сирийских событий, во время событий в Тавуши, Антон снимал беспристрастные, правдивые репортажи, опровергая ложь турецкой и азербайджанской пропаганды о фактических событиях, творящихся в регионах. Когда началась Вторая царская война, в 2020 год, вернее, ее первая стадия, Антон был одним из первых, призвел желание в своем руках защищать территорию Армении. Но вот почему-то до сих пор человек не может получить паспорт. Уважаемые чиновники армянской власти, которые ему верено принимать людям в гражданстве или принимать, вы охренели совсем там что ли? Вы кто такие? Вы наемные рабочие. И другие фигачки, как медные кетилки, вы поставлены для того, чтобы защищать интересы своего народа и действовать в интересах своей страны. Уважаемые друзья, давайте поддержим Антона Евстрадова в его правом деле. Антон, являюсь, победишь и получишь паспорт Армении. Я с тобой. Продолжение следует...